13.05 в Кирове на 101.fm программа интервью. Меня зовут Юлия Афанасьева и сегодня у меня Анатолий Михайлович Чурин, экс-глава департамента образования Кировской области. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Вот вы возглавляли кировское образование, чтобы не соврать, 27 лет и покинули свой пост в июне прошлого года. Чем вы сейчас вообще занимаетесь? Ну, у меня сейчас очень много свободного времени, поэтому я занимаюсь тем, что, так сказать, мне больше всего нравится. Нравится это читать, прежде всего. Я сейчас переехал в загород, там загородный дом, и мы вот этой весной занялись разбивкой сада, разбили целый сад. Так что у меня еще две собаки большие, поэтому, в общем-то, жизнь идет. Есть чем заняться. А следите ли вы за вашей профильной темой, за образованием? Конечно, я в курсе, так сказать, стараюсь быть всех тех изменений, инноваций, которые происходят. Да вообще, в курсе жизни, как сегодня строится наша система образования, как живет система образования. Поэтому меня включили в коллегию, департамент, министерство образования. Я стал членом общественного совета, поэтому посещаю что-то, так сказать, черпаю какую-то информацию оттуда. Поэтому, в общем-то, ну, по мере, в силу возможности. А можете ли вы выделить главные события в отрасли образования, Кировского, за последний год, на ваш взгляд? Ну, в общем-то, к моей радости, система образования, она работает стабильно. На мой взгляд, как бы каких-то серьезных потрясений, изменений пока не происходит. Но меня беспокоит другая ситуация, что серьезно сжимается финансирование образования. Вот я, когда уходил, оптимизация была на расходы где-то на 10 процентов, в этом году снова на 10 процентов. И, на мой взгляд, это уже приближаемся к критическому порогу, за которым, ну, просто дальше двигаться нельзя. Поэтому вот это сегодня, на мой взгляд, это одна из самых таких напряженных тем, серьезных очень тем. И, конечно, это тормозит и развитие материальной базы. Школы требуют серьезного ремонта, планования средств. Это надо обновлять и материальную, учебную базу обновлять надо. Ну, и это сказывается, видимо, на заработной плате наших учителей. Потому что тут тоже есть какие-то нюансы, которые вот за последнее время появились. В целом, ряды районов зарплату снизили. Если говорить о сокращении, да, порядка 10 процентов, какой выход из этой ситуации вы видите? То есть понятно, что бюджет очень тяжелый, год очень тяжелый. Во всех коммерческих компаниях режут затраты, в правительстве режут затраты. Каким образом выходить из этой ситуации можно, на ваш взгляд? Ну, понимаете, я это проработал достаточно долго. И могу сравнивать, как это было, допустим, в начале 90-х, в конце 90-х. Там тоже очень сложная была ситуация. Не хватало денег и заработную плату не выплачивали иногда даже месяцами. Но ведь, понимаете, отрасль не может жить без денег. Это такая затратная сфера. И правительство все время подчеркивает, что надо вкладывать в систему образования, соответствующий уровень финансирования должен быть обеспечен. Поэтому, когда мне сегодня говорят и говорили о том, что денег у нас нет, поскольку денег нет, значит, мы не можем финансировать, но дети-то сегодняшние не учатся, они должны получить достойное образование, и поэтому тут отговорками просто не отделаешься. А что сделать? Ну, прежде всего, должна работать экономика. Потому что система образования сама денег не произведет, и себя самофинансировать не может. А вот экономика должна развиваться, она должна, так сказать, стабильно функционировать и вносить, пополнять бюджет, иначе просто не сделать ничего. Поэтому вот я считаю, что в сегодняшних условиях надо очень серьезно вздуматься на тему, а что можно и каким образом изменить систему экономическую нашу, которая бы могла работать так, чтобы обеспечивать все социальные сферы. А на сегодняшний день, пока мы видим, что расходы у нас урезаются не только образования, но серьезно страдают медицина, социальная служба, так сказать, и так далее, и так далее. То есть все, что сегодня напрямую поддерживается бюджетом, бюджет урезает. Поэтому это очень, на мой взгляд, опасно. Но ведь вы себе представляете, да, бюджетный процесс, вот в данный момент, на ваш взгляд, откуда можно взять денег на образование? То есть мы понимаем, что экономика тоже в одночасье не заработает, и предприятия в одночасье не перечислят бешеное количество налогов. Да, но вот понимаете, внутри самой системы, если искать деньги внутри своей системы, это очень сложно уже стало. То есть оптимизация проходила в несколько этапов, она оптимизирована до такой степени, что... Уже оптимизировать нечего. Да, на самом деле оптимизировать больше нечего, потому что те расходы, которые сегодня заложены на содержание системы образования, они идут фактически только на одну заработную плату учителей. Ну, дальше напрашиваться, если идти по этому пути, значит, напрашиваться, вот, надо сокращать, так сказать, количество учителей и так далее. Я в прошлом году, когда еще работал, у меня было такое предложение, допустим, ну, хорошо, у нас денег с вами нет, давайте мы увеличим хотя бы наполняемость классов. Вот у нас сегодня по норме 26 человек в классе. Это не то ни... 25 человек, не то ни все. То есть все равно стоит в классе 13 парк на 26 человек. Ну, давайте мы сделаем 30 человек. В свое время, когда мы учились, было в классах и больше 30, до 40 человек доходило. Детей учили. И сегодня это... А это сразу дает скачок огромный. Эта экономия идет вообще-то и не ведет к резкому ухудшению образования. Ну, качество, да. Да, можно. Я знаю, что губернатор выходил с таким предложением наверх, и Министерство образования, но пока вот эту идею как-то я не вижу, чтобы я поддержал тут. Хотя это вот реально, где можно было бы найти определенную часть средств, и это стимулировало бы дальнейшее развитие системы образования. Ну, вот смотрите, вы перечислили оптимизацию, да, как одно из главных событий минувшего года. А еще? Ну, в общем-то, я сказал, что меня удовлетворяет то, что система образования работает стабильно. То есть нет каких-то таких, ну, вот, падений там, ну, не знаю. Сдотов тоже не произошло, честно скажу, но и падений тоже не было. А как вы следите за падениями? По результатам ЕГЭ? Ну, не только. Это ведь, понимаете, это самочувствие внутри педагогических коллективов, как они себя чувствуют. Это, в общем-то, я очень, у меня много контактов, так сказать, досталось. И я, в общем-то, информацию получаю из разных рук. Поэтому вот нет такой ситуации, когда бы резко ухудшилось положение внутри самой системы. По ЕГЭ. Ну, по ЕГЭ сказать сегодня сложно, поскольку результаты мы еще не знаем. Вот они придут, где-то начнут после 15-го числа 1-го приходить, мы тогда увидим, что это, так сказать, за... Есть изменения, нет изменений. Ну, в общем-то, вот, на сегодня пока так. Так что... Ну, это слишком маленький период, понимаете? Сама по себе система, она очень такая консервативная. Она не может резко, в течение, там, буквальных нескольких месяцев что-то поменять. Это очень сложно, поэтому даже, может быть, сегодня и нет смысла нам как-то искать какие-то... Это может... Если ЧП случилось, да, это беда. Но у нас ЧП не произошло так, это хорошо. Ну, вот про ЕГЭ мы с вами еще поговорим. Я хочу вернуться к этой теме. Накануне, когда я готовилась к программе, я нашла ваше интервью 2014 года в порталу городкиров.ру. И вы тогда говорили о системе оплаты труда молодых специалистов. Вот я сейчас вас процитирую. А если учитель со стажем имеет какие-то гарантии, то молодые люди, которые приходят в школу, никаких гарантий не имеют. У них начальная ставка 5300 рублей, а дальше идут различные доплаты. Это, конечно, молодых специалистов не устраивает, поэтому надо менять систему оплаты труда учителей. Вот с тех пор что-то поменялось? Нет, система осталась та же самая. И, в общем-то, я в прошлом году выступая, даже позапрошлом, в 2014 году выступая на Бустовском совещании, я говорил о том, что, анализируя всю систему оплаты труда, которая сложилась сейчас не только в Кировской области, но и в других территориях, я пришел к такому выводу, что советская система оплаты труда учителей, она была гораздо справедливее. Во-первых, к чему привела вот эта система оплаты труда, которая сейчас есть? Учителя разных регионов получают разную заработную плату. Но это в едином образовательном пространстве. Почему? Потому что все исходит из привязки к уровню жизни в том или другом регионе. То есть средняя заработная плата, допустим, в Кировской области одна, а средняя заработная плата, допустим, в Омской области или в Тюменской области совершенно другая. И поэтому средняя заработная плата тех учителей гораздо выше, чем, допустим, кировских учителей. Кстати, расходы на заработную плату в Кировской области одни из самых небольших в стране. В стране. Да, и это, конечно, тоже о многом говорит. Поэтому вот та система, которая была в советской школе оплаты труда учителей, она была совершенно, на мой взгляд, более справедлива, потому что учитель знал, он получал свою ставку, допустим, 18 часов за ставку, он получал энную сумму средств, он получал доплату за проверку тетради, он получал доплату за кабинет, он получал доплату за классное руководство. Это все было реально, так сказать, да? А разве сейчас не так? То есть есть какая-то минимальная ставка и остальное ведь тоже все доплаты, доплаты, доплаты. Там разные доплаты, которые вводятся на уровне образовательного учреждения. Зачастую эти доплаты из-за отсутствия средств отменяются. И поэтому сегодня учитель точно не представляет, сколько он получает за ту же самую проверку тетради. И получает ли он вообще за заведование кабинетом и так далее. То есть а раньше это были все фиксированные суммы средств. То есть и заработная плата учителя, она была прозрачна. Она была одинакова, что в Кировской области, что в Москве и так далее. Потому что мы работаем все равно по одним и тем же государственным программам. Мы работаем с одними и теми же детьми, с разным возрастом, правда. Но это все было понятно. И тут, в общем-то, если нагрузка увеличилась, соответственно, как говорится, росла заработная плата. Сейчас совершенно не так. Сегодня можно брать большую нагрузку, но если возьмешь большую нагрузку, то школа страдает опять чем? Учителю некогда заниматься воспитательной работой. Вот тут таких много нюансов, которые резко ухудшили положение учителей. Нам надо сейчас с вами прерваться, к сожалению, потому что у нас реклама. Я напомню, что это интервью Анатолия Михайловича Чурина, экс-главы департамента образования Кировской области, эксперта в отрасли образования. Мы сейчас ненадолго прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в студию. Меня все так же зовут Вилия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит Анатолий Михайлович Чурин, экс-глава департамента образования Кировской области. Мы сейчас с вами за эфиром говорили про среднюю зарплату учителя в Кировской области. Вот озвучьте, пожалуйста, сколько она сейчас составляет. Ну вот когда я уходил, я скажу, что она составляла где-то порядка всего в тысячу рублей. По-моему, больше она не стала за это время. Так что при том снижении расходов на систему образования она просто вырасти не может. И я знаю о том, что в ряде территорий произошло, в нашей Кировской области, произошло снижение даже ставок учителей, выплат учителям. Поэтому здесь вот появились проблемы такие. А вот вы сказали, да, что у нас система оплаты труда учителей непрозрачна, что учитель по большому счету не понимает, да, за что он получает деньги, и сколько он получает за это, за это, за это. Ну а вот представьте, да, сейчас, что вы вернулись на свой пост. Вот что бы вы с этим сделали? Вот я над этим тоже думал, что можно было бы сделать. Я думаю, что нужно вносить предложение о том, чтобы перейти на новую систему оплаты труда, учитывая, может быть, все то, что положительно было здесь, хотя здесь сложности есть определенные, и все же вернуться к той системе оплаты труда, которая существовала в Советском Союзе. Потому что учитель должен четко понимать, у него нагрузка за часы, к этим часам добавляется еще воспитательная работа, добавляются уроки, добавляются деньги за заведование кабинетами, за проверку тетради и так далее, и так далее. То есть он должен четко представлять, куда он идет. А ставка учительская должна все время повышаться. Вот в свое время, я еще помню, когда молодым специалистом пришел в школу, сделали сразу же ставку 100 рублей. Вот тогда была ставка, те деньги другие были, ставка была 100 рублей. Вот за 18 часов я получал 100 рублей. Я до сих пор помню, сколько я получал. И если рядом со мной работал стажист, у которого, допустим, не 18 часов, а 24 часа, она получала, там, соответственно, шел процент при стаже, максимально, по-моему, 25 лет, и тогда уже максимальный потолок процент шел. То есть учителя все это четко понимали и знали. Вот сегодня трудно это для них очень сориентироваться, какая зарплата будет. Тем более молодежи. Молодежь приходит на самую, так сказать, небольшую эту ставочку. Причем сегодня ведь оплачивается труд по-другому. Если раньше была у учителя неделя рабочая, 18 часов нагрузка, 18 часов недельных, то сегодня по законодательству у учителя 36-часовая рабочая неделя. 36 часов. Вот исходя из этого, за 36 часов вроде бы и платят. То есть тут за все платят уже. Ну, то есть сюда входят и уроки, и проверка тетради, и заведование кабинетом, и воспитательная работа, и все, чем учитель вообще занимается на рабочем месте. Да, это вот 36 часов, он все, так сказать, и работает. Но, ведь, конечно, учитель каждый стремится взять побольше часов, чтобы заработать чуть больше, но когда он берет большую нагрузку, у него совершенно не остается возможности работать с детьми, с классом. Это очень сложно, когда у тебя там 25-30 часов, а еще у тебя класс есть, с которым надо постоянно общаться, какие-то мероприятия проводить. Для этого это становится все сложнее. И поэтому я видел, когда работал, что какой-то, так сказать, объем воспитательной работы, он потихонечку, так сказать, снижается. И не по вине учителей, кстати. Вот к чему это все привело в итоге. А вот вы, кстати, в этом же интервью говорили, что работать в школе идет не самая лучшая часть молодежи. Я помню, вы приводили, в пример, Финляндию, где отбирают молодежь, которая идет учиться в педвузы. Да. И вы тогда говорили, что у нас в Кировской области уже разработаны критерии для отбора студентов, да, которые пойдут учиться на педспециальность. Это сейчас работает? Действительно? Вот, да. Был сделан такой шаг, когда мы стали отбирать лучших ребят из тех, кто желал, так сказать, поступить на педагогические специальности. И я знаю, что первый выпуск в прошлом году состоялся. Первые ребята, которые учились у нас и получали дополнительную стипендию из отклада губернатора, они, 46 человек, по-моему, их выпустились. Вот, не знаю, сколько из них реально дошло до школы, но, по крайней мере, этих детей мы держали в поле зрения всегда. И, как бы, так сказать, ориентировались на них. Для них были подготовлены рабочие места, и они знали, что уже без работы они не останутся. А была у вас в департаменте образования статистика? Какой процент выпускников педвузов пошел реально работать учителем? Была такая. Мы каждый год анализировали. На память сейчас не могу вспомнить, но процент был невысокий. Примерно каждый четвертый доходил до школы из тех, кто выпускался. Ну, то есть в пределах 25% получается. Но, видите, понимаете, ситуация какая. Если раньше педагогический вуз имени Владимира Ильича Ленина там чисто готовил, занимался подготовкой учителей, то и распределялись эти учителя, как бы, по-другому, не как сейчас, в последнее время, то сейчас учителей стали готовить совершенно иначе. То есть вуз стал готовить специалистов по конкретной области знаний, то есть, допустим, филология, история и так далее. И я все время говорил о том, что мы потеряли очень важный момент, что вот если врач готовится, допустим, к операции, он должен четко знать методику проведения этой операции, иначе он просто ее не сделает. Так и учитель. Если он преподает, допустим, историю, он должен знать очень хорошо методику, методику, причем методику разную, методика преподавания, допустим, в пятых классах это одна методика, а в одиннадцатом классе это уже другая методика. Ну, то есть вы хотите сказать, что студентов учат предмету, но не учат преподавать этот предмет? Да, да, да. То есть он приходит как историк, он знает предмет, ну, насколько знает, это другой вопрос, но он совершенно не готов к тому, как преподавать этот предмет. А кроме методики нужно знать филологию, то есть знать как здоровье ребенка, как вообще-то физиологию ребенка, да. Нужно знать еще многие вещи, которые, психологию, к тому же того же ребенка, разновозрастную психологию, чтобы понимать, как же с ним общаться. А причем перед тобой сидит не один, не два человека, перед тобой сидит целый класс. И ты должен понимать возраст каждого ребенка, как с ним обращаться. А что произошло? Изменилась методика преподавания в вузах? Что случилось? Вот, то и случилось, что перешли совершенно, так сказать, опять же, на западный образец преподавания. А на Западе, там нет же педагогических институтов, там есть только университеты. Университеты готовят специалистов. Вот, и, как говорится, мы тоже пошли по этому пути и пришли к тому, что сегодня вот получаем тех специалистов, которые не готовы к работе в школе. Я помню случай, несколько лет назад правительство Российской Федерации стало предлагать молодым людям, которые пойдут в сельскую школу, по-моему, 500 тысяч рублей подъемные. Да, подъемные. Причем выплачивали их два раза, 250 и 250 за два года. Кстати, мы тоже шли по этому пути и тоже какие-то деньги платили. И вот к нам приехало, по-моему, 25 человек. У нас кота была одна из самых больших Российской Федераций. И мальчишка, по-моему, вместе с женой они приехали в какой-то северный район. Они там все устроено были и поработали совсем немного. Среди учебного года они решили оттуда уехать. Когда мы стали разбираться, в чем дело, вот этот молодой человек сказал открыто и говорит, что я совершенно не готов работать с детьми, потому что я многого не знаю. И вот это как раз и одна из очень серьезных сегодня проблем, которые все больше и больше будут нарастать. Потому что молодежи все равно в школу придет больше, обновление все равно какое-то будет. Ветераны не могут работать до бесконечности. И поэтому вот эта проблема, она сегодня остается. Ну, Анатолий Михайлович, мне кажется, что здесь ситуация не отличается от любой другой сферы, потому что вот представьте себе студента, который отучился на бухгалтера. Он придет работать на предприятию. Он что, сразу сядет работать бухгалтером? Да никогда. Нет, конечно. Но я понимаю, что на бухгалтера, допустим, там этот срок адаптации для бухгалтера может быть меньше. А для человека, который работает каждый день, выходит перед классом и не знает, как работать с этим классом, он может там проработать, ну, неделю, две, месяц. Он проработал там, по-моему, полгода и сбежал. Все. Он уже не смог работать. То есть тут все равно готовить учителей надо очень серьезно. И, кстати, у нас была очень серьезная школа подготовки учителей в нашем, в Киевской области, вот, ПЕТ-институт наш. Он очень серьезный. Это к вопросу об объединении вузов. Да, это, кстати, это очень серьезный вопрос. Кстати, я прочитал, что создается ПЕТ-институт внутри этого государственного вуза. Внутри объединенного вуза. Да, который будет готовить только учителей физкультуры, дальше учителей начальных классов и третье, воспитателей детских и дошкольных учреждений. Все. Я не нашел больше, а где будут остальные предметы. А все остальные где? Не знаю. Вот, честно сказать, не знаю. Раз уж мы с вами заговорили, создание опорного вуза, объединение ПЕДа и Политеха, как вы к этому относитесь? Я считаю, что это больше всего политическая какая-то, так сказать, задача была решение соответствующее, принято. И не вижу в этом, так сказать, решения какой-то целесообразности. Потому что чем меньше образовательное учреждение, чем оно более мобильно, оно знает своих студентов, оно, так сказать, гораздо более реально учитывает их интересы и так далее. Это даже по той же образовательной школе. Чем больше школы, тем сложнее в ней работать. А если школа средняя такая, где-то, допустим, 400-500 человек, там можно знать каждого ученика в лицо и быстро очень реагировать на всякие изменения. Поэтому я не знаю, как здесь будет. А как же все говорят экономия, эффект масштаба? Понимаете, экономия, она в этом случае сейчас не оправдана. Нельзя экономить на том, что будет нашим будущим. А будущее – это наша молодежь. Поэтому экономить на молодежи – это самое последнее. Наоборот, надо вкладывать в молодежь. А сегодня я вот был на последнем общественном совете, и мне сказали о том, что новые учебные планы, которые предлагаются для высшей школы, они очень интересные. Из них 40% аудиторных только, а 60% – это все самостоятельная работа. Представьте себе, вот 60% я времени должен тратить на себя, учиться самостоятельно, а только 40% – аудиторных. И каков результат, вот, никто ведь пока не сказать не может. Ну, кому надо, тот научится. Видимо, такой будет результат. Вот это правильно, видимо, так и рассчитывают. Если тебе надо – учись, а если не надо, то можешь не учиться. Но ведь это опасная вещь. Потому что мы так устроены, и особенно молодые люди, устроены так, что не всегда ведь себя заставишь, как говорится, потратить большую часть времени на то, чтобы самому обладеть какой-то наукой. Это очень сложно. Поэтому, когда даже под руководством опытных педагогов не всегда получается, и знания, так сказать, добываются, а тут надо самому добыть эти знания. Так что тут надо его научить сначала, как добывать эти знания. Ну, собственно, для этого и создана высшая школа, насколько я понимаю. Ну, может быть так, да. Но, к сожалению, пока это, может быть, долго будет еще, так сказать, отрабатываться. Это только начало какое-то определенное. И пока результаты предсказать достаточно сложно. Ну, вот я предлагаю после короткой рекламы вернуться к этой теме. Мы сейчас с вами снова должны прерваться. Я напомню, у меня в студии Анатолий Михайлович Чурин. Сейчас мы уйдем на рекламу, и через пару минут вернемся в студию. Мы возвращаемся в студию. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же Анатолий Чурин, экс-глава департамента образования Киркской области. Анатолий Михайлович, мы с вами перед рекламой обсуждали создание опорного вуза. И вы сказали, что это вопрос больше политический, нежели вопрос какой-либо экономической целесообразности. А что вы имели в виду вопрос политический? Ну, понимаете, сегодня вот много решений принимается. На первый взгляд эти решения, собственно говоря, ну, в какой-то степени может быть оправданы или там правильные решения. Но когда это все касается уже практических, так сказать, получаешь обратный результат. И вот это, ну, как-то очень напрягает. Когда по стране сократили практически все педагогические вузы, которые готовили учителей, сегодня их осталось буквально там где-то несколько десятков, а были они практически в каждой области. И сегодня объединяют вузы, сегодня было четыре, у нас вузы осталось теперь только три, как бы, вуза. И поэтому, естественно, возникает вопрос, ради чего все это делается. И если бы от этого был только результат, во-первых, огромная материальная база, ее надо управлять, ее надо содержать. Расходы будут ничуть не меньше, чем они были. Огромное количество людей. Это, в общем-то, достаточно сложное. Причем та структура, которую сегодня вот я ее читал, смотрел, управленческого аппарата не стало меньше, на мой взгляд, если не больше. Поэтому вот пока плюсов я не вижу. Не знаю, зачем. Как простой пешеход сегодня, я не знаю, для чего это сделали. Как Вы считаете, ухудшится ли качество образования? На мой взгляд, по крайней мере, на первых порах, да, пока эта, может быть, система не будет отработана, пока не найдут, не определяют слабое место, не дают возможности для роста. Да, это все возможно. Поэтому тут, так сказать, вот, вот, кстати, Вы мне сейчас сказали, что Вы заканчили наш политический институт. Я тогда задам следующий вопрос. А почему не по специальности там Вы работаете? Потому что пока я училась пять лет на специальности финансы и кредит, я поняла, что это не мое, и никогда на ней я работать не буду. Поэтому вот в этом вся и беда заключается, что очень много сегодня тех, кто учится в наших вузах, они не идут работать по этой специальности. И это большой процент, кстати. И вот как заинтересовать и сделать так, чтобы молодежь выбирала именно то, что в том жизни пригодится. А мне, кстати, пригодилась жизнь моя специальности. Я понимаю, любые знания, они, конечно, пригождаются. Но дело в том, что был такой период, когда очень много молодежи шли именно на финансы и кредит. Ой, это была бешеная популярная специальность в то время? Была очень популярная юриспруденция, очень популярно, шли туда буквально то же самое. У нас сегодня, если проанализировать, наверное, десятки, так сказать, специалистов, юристов разного рода, но юристов ведь больше не стало. Это же как естественный отбор. Вот надо 10 человек, а 10 и будут, больше их не надо. Так что тут вот тоже огромная проблема. А надо сегодня и очень четко понимать, что надо готовить, прежде всего, людей для экономики, чтобы экономика подпиталась молодежью. И нужны серьезные рабочие руки. Так что тут... Ну, с другой стороны, вот я же не уехала, я работаю в Кировской области на коммерческом предприятии. То есть экономика мной, наверное, тоже подпиталась. Какая разница, на какой специальности я работаю? Нет, разница может быть только в одном. Что государство потратило средства, а человека, который нужен был на данном участке, он не получил. Я не касаюсь вас конкретно, потому что таких очень много. И когда готовили... Мы ведь не случайно вот в свое время очень взаимодействовали с тем же политическим институтом и нашими училищами. То есть мы готовили, допустим, учили три года, был лицей номер два. Учили там, человек заканчивал лицей, он практически своими руками металл пощупал. И он шел уже поступать туда. Вот из него получался в будущем инженер. Потому что он знал от всей азы рабочей специальности, и он получал профессию уже инженера. Вот я, честно, не скажу, сколько к процентам все ли доходили, не доходили, но, по крайней мере, нареканий вот за такое у нас не было. Анатолий Михайлович, а давайте про ЕГЭ с вами поговорим. Ну, давайте. Десять минут осталось до конца нашего эфира. Кстати, если уже говорить конкретно про меня, я была в том выпуске, который сдавал ЕГЭ первыми в Кировской области. То есть я представляю, что это такое. Новый ЕГЭ у нас начался. То, что было в начале, это резко отличается. Это две большие разницы, конечно. Вот федеральные СМИ недавно написали о том, что вроде как все становится лучше, меньше школьников ловят со шпаргалками, меньше школьников удаляют за нарушения, что утечек заданий в этом году в сеть не случилось. Но, с другой стороны, без скандала все равно не обошлось. Я говорю о том, что в московской школе, в школе Косноярска, в школе Ростова детям не хватило чистых бланков. И в результате дети сделали задание на черновике, но в чистовике их не смогли переписать, им придется пересдавать ЕГЭ. Вот мне интересно, это что? Это облажались, это сознательно кто-то ошибся. По какому принципу вообще это происходит? Как заказывают бланки на ЕГЭ? Ну, я думаю, что это не сознательно, но это все равно ошибка. Это просчеты тех, кто, в общем-то, заказывал эти бланки и так далее. Это явный, так сказать, просчет. Есть какой-то, ну, не знаю, норматив, гласный или негласный, столько-то бланков на одного ученика? Нет, на ученика должны быть полностью заказаны все бланки, на каждого ученика. Но есть жизнь, и эти бланки могут быть испорченными по каким причинам, так сказать, и так далее, и так далее. И всегда заказываешь больше этих бланков. Поэтому надо было просто учесть, наверное. Я не знаю, в чем там причина, поэтому не могу судить. Но, слава богу, это не у нас произошло. Поэтому. Ну, то есть каких-то нормативов нет, что вот у нас там, не знаю, столько-то тысяч человек заканчивает школу? Нет, таких нормативов нет. Это делается, ну, как бы, исходя из реалий и понимания того, что могут произойти какие-то такие ситуации, которые должны быть учтены. Вот это прежде всего. А то, что вот там нормативы, допустим, заказать там на тысячу учеников, тысячу пять бланков, ну, честно говоря, я только не помню, чтобы такой норматив был. Ну, то есть, получается, сидит какое-то ответственное лицо, и оно примерно в уме прикидывает, что нам столько-то бланков. Нет, нет, ну, почему в уме? Мы уже знаем, как... Хорошо, не в уме, а на бумаге. Количество учащихся известно, количество тех, кто пойдет сдавать по каждому предмету, тоже известно. Это заранее все делается, и поэтому, исходя из этого, и готовятся расчеты, и заказываются бланки. Поэтому я, честно говоря, удивился, когда прочитал эту информацию о том, как можно было недосчитаться вот этих запасных бланков и оставить детей вот в такой ситуации. Это, конечно, очень обидно. Прежде всего, детям. И, ну, я сказал бы, стыдно для тех, кто вот это все проводил, эти экзамены. Вот, вы знаете, мама одной из школьниц написала на Фейсбуке, ну, в общем-то, пост, который можно назвать криком души. Я ее процитирую. Вот она пишет, что детей заставили писать заявление на апелляцию под диктовку. Им запретили писать о том, что бланки закончились по вине организаторов, и мою дочь под давлением четырех взрослых человек заставили вычеркнуть из заявления эти слова. Я представляю картину, стоят четыре учителя и наезжают на девчонку на предмет неправильно написанного заявления. Вот за это, как вы считаете, должен кто-то понести наказание? Это уже, знаете, из области морали и нравственности, когда человек не может так поступать. Нормальный человек не должен так поступать, тем более по отношению к детям. И, естественно, таких людей я бы строго наказал. А кого? Учителей? Начальников отрасли образования этой области? Тех, кто организовал все это дело. Там цепочку всю выстроить легко. Там дойти всех до тех, кто за это отвечал. Они все известны эти люди. Но если это произошло в Москве, ну кого наказать? Как это называется? Министра образования? Кто у них в Москве? Ну, и там департамент образования. Или департамент. Ну, я не думаю, что там глава департамента или, значит, там руководитель департамента отвечал конкретно за каждое. Там есть люди, которые отвечают за заказы, за то, что... Ну, хорошо. Я допускаю, что ошибиться можно всегда. Человек, как бы, тот, кто не работает, тот и не ошибается. Но вот заставлять детей писать неправду в заявлении, вот это... За это наказывать надо строго, очень строго. Потому что это урок детям. Это очень нехороший урок. И учитель не может пойти на такую, так сказать, на такой шаг. А вот просто интересно... Ну, интересны, да, мотивы учителей, почему так поступили. Понятно, что мы не залезем в голову к другим людям, но тем не менее. Вот учителя за какие-то нарушения на ЕГЭ. Его что? Увольняют учителя, который присутствует на ЕГЭ. То есть ему портят карму. Каким образом? Вы знаете о том, что на ЕГЭ присутствуют не те учителя, а чужие учителя. И естественно, что они, как говорится, не знают тех детей, которые... Перед ними, в общем, разница. Не, ну а какая разница, знают или не знают? Да, да, я понимаю. Но вот бывали у нас такие случаи, когда, если бы ты знал, ну, так сказать, о ребенках более, так сказать, понимательнее, то можно было бы избирать многих конфликтных ситуаций. Но, к сожалению, это не происходит. Поэтому это одна из тех причин, которые... Я сам же работал учителем. Я сам же работал учителем. И когда у меня сдавали мои школьники и экзамены, то я вместе с ними переживал, а как они меня сдадут? И поэтому я себе не позволил бы никогда, чтобы, так сказать, во время экзаменов, ну, подставить этих детей или там еще что-то. А их подставили, этих детей, просто, в общем, просто. Нет, ну, подождите, а вот учитель, который присутствует на ЕГЭ, да, который следит за тем, чтобы все было правильно, в рамках, если у него вдруг на его подшефном участке произойдет какое-то нарушение, ну, что это? Учители его премии лишат в школе или нет? Ну, это решение принимали не те, кто сидели в данной аудитории. Это другие люди принимали, которые отвечали за проведение экзамена, допустим, в том же районе и так далее. Это люди другого уровня. Не сам учитель, он не может принять такое решение. А этим учителям... Их тоже заставили заставить детей, чтобы написали так, как надо. Это вот другой вопрос. Поэтому тут искать надо виноватых не среди учителей. На мой взгляд, я так считаю, что учитель... Он же понимает, что перед ним ребенок. И он, если такая ситуация случилась, он просто действительно сказал, напиши заявление, что да, вот такая ситуация. А ему подсказывают, нет, пусть вычеркнет это. Это другое уже кто-то сделал. Есть инициатива, если я не ошибаюсь, Законодательного собрания Карелии об отмене ЕГЭ. Есть, я знаю, об этом. Вот как вы к этому относитесь? Понимаете, вот сколько лет существует ЕГЭ, всегда к нему относили... Столько лет спорят? Да, столько лет спорят. Во-первых, сама по себе идея, чтобы все дети одинаково проверялись на государственных экзаменах, то есть по одинаковому проверялись. Ведь когда мы учились с вами в школе, ну вы уже, так сказать, не застали, у нас же из собственных учителей создавалась комиссия, которая проверяла знания учителей. Списать, ну кто-то списывал. Которая проверяла знания учителей или детей. Учащихся, учащихся, я ошибся. Поэтому не нужно было никаких вот этих громоздких, как сегодня, камеров в каждом, в каждой конкретной аудитории, это еще не одна. Там на входе рамка с металла, с искателем и так далее. То есть тут нагармозили все, что угодно. Конечно, это, так сказать, ну, ради дела, опять же, ради чего? Благо, вроде бы. Мы должны знать, каково качество образования во всей стране, во всех регионах. Вот должны знать. Потому что вот единое задание для всех и так далее. Но мне кажется, что и в свое время, и вот в раннее время можно было тоже знать, каково качество в стране, потому что давались те же самые контрольные работы, они анализировались, проверялись. Но вот такого выхода в общество, какое качество дает школа, как-то не было принято. Сейчас это стало модным, там, в общем-то. Но оно несет вот в себе вот эти все нюансы, они несут, конечно, много очень вопросов. И, во-первых, опять эта система американская. Я в свое время, еще в начале 90-х годов был в Америке. Там существует такая система, что вузы, ну, и это сейчас и принято у нас, они объявляют, так сказать, балл для будущих. Поступления. Да, балл поступления. А ученик должен получить соответствующее количество баллов, чтобы пройти и так далее. Вроде бы вот так должно быть. Но и там с вузами много вопросов было у нас. Это вся система еще как бы становления шла. Но тому, что проверяется в едином ключе, это может быть плюс. Но вот недоверие, которое сегодня проявляется к детям, к родителям, к учителям, это, конечно, сегодня становится все как-то бросается очень в глаза. Я не поняла из вашего ответа. Вы поддерживаете отмену ЕГЭ или нет? Я в свое время был всегда за ЕГЭ. Вот я вам честно скажу, был за ЕГЭ. Но постепенно трансформация этого, вот этой как бы системы, она происходила не в пользу учащихся и не в пользу. Поэтому вот сегодня... В каком плане не в пользу учащихся? Ну вот, то, что мы видим с вами, смотрите, и те же самые видеокамеры, и те же самые, так сказать, наличие милиции и прочих-прочих вещей. Это все превращает... Ну, раньше дети, выпускники шли в школу с цветами. Сегодня с чем они идут, я не знаю. На экзамен шли с цветами. Мне кажется, с таблеточками такими, типа пустынника. Поэтому вот в этом отношении, я считаю, что надо сегодня очень серьезно посмотреть, подумать, и какие-то жестокости эти всяческие убрать. То есть не отменять, но видоизменять. Вот система оценки знаний, она должна быть единой, конечно, для всех. Но она должна быть человечной, как говорится. Тем более перед нами дети ищут. Пусть они и выпускники. А ЕГЭ бесчеловечный. А ЕГЭ на сегодня становится очень сложным для человека, для выпускника. У нас, к сожалению, кончилось с вами эфирное время. Я благодарю вас за эфир. Я напомню, что в студии у меня был Анатолий Чурин, экс-глава департамента образования Кировской области, эксперт в отрасли образования. Я знаю, что у вас был день рождения недавно. Был. Я вас поздравляю с днём рождения и желаю вам активности, оптимизма, ну и чтобы в вашем саду всё цвело уж, коль скоро вы этим теперь занимаетесь. Будем надеяться, что рано или поздно цветут те деревья, которые мы посадили. Спасибо вам за эфир. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.